добрый а как узнать как узнать что они меня слышат уже можно начинать отлично добрый день здравствуйте где-то фонит чуть-чуть видимо добрый день мы вас слышим отлично отлично так здравствуйте еще раз рада всех вас приветствовать продолжаем наш цикл вебинаров по функциональной грамотности продолжаем разбирать задания друзья мои я думаю что слушатели у нас те же но если вдруг кто-то новый присоединился представлюсь меня зовут садыкова нали альбертовна кандидат филологических наук доцент и преподаватель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников тема сегодня какие задания вы ребятам даете какие тексты вы разбираете ну соответственно в пятом шестом седьмом классах и так далее да поэтому может быть вот эту работу мы тоже как-то отладим и очень хотелось бы послушать вас потому что обмен опытом это все-таки очень важно для нас чтобы расширять наши знания соответственно да так но сегодня мы по просьбам по заявкам разбираем кейсовое задание на тему понятия текста на тему понятия текста и прошлый раз я отправляла задание все получили я думаю что вы уже включили в работу те тексты которые вот мы разбирали в прошлые разы на прошлых вебинарах ну сегодня сегодня другой текст чуть-чуть другие задания продолжаем да все готовы к работе и сегодня мы рассмотрим с вами вопросы также формирование читательской грамотности обучающихся ой что-то чиркает у нас здесь смотри вот это что такое чиркает это не я почему так записываться хорошо так да так сегодня мы рассмотрим вопросы формирования читательской грамотности обучающихся на урок русского языка и литературы вот общие моменты они повторяются у нас я в презентации они все описаны и на предыдущих наших занятиях мы тоже с вами о них подробно говорили я предлагаю сейчас перейти непосредственно сразу к тексту и к заданиям которые мы вот которые я предлагаю вам внедрить свою работу да так ну конечно несколько моментов о том как что формирует на задание по функциональной грамотности да безусловно это самостоятельная читательская деятельность школьников их ориентир в тексте в содержании и задания кейсовые задания которые я вам предлагаю могут быть использованы не только на уроках русского языка но также в ходе занятий внеурочной деятельностью да соответственно о чем это говорит о том что мы можем совершенно разные тематики разной направленности брать тексты самое главное задание формулировать ну подбирать аналогичные тем которые я вам сегодня предложу да вот задания сегодняшние которым будем с вами обсуждать они ориентированы на учащихся пятого шестого класса но можно также в седьмом затронуть поскольку тема понятия текста она вот начинает работать пятый шестой класс да но в седьмом можно для закрепления чуть посложнее взять текст вот но основная задача трудность заключается в том что необходимо нам как педагогам как людям строящим свои уроки занятия да нужно как-то суметь сочетать на уроках и русского языка и литературы лингвистические понятия и формирование компетенции соответствующих да вот и специфика работы которые осуществляют обучающиеся на уроке русского языка заключается в совмещении коммуникативной деятельности к базе лингвистической и читательской деятельности да вот далее я здесь перечислила в чем же заключается учебная коммуникативная деятельность да прежде всего в том что говорящие то есть ученики да участники диалога они выступают могут выступать с обеих сторон с точки зрения говорящего с точки зрения воспринимающего информации да то есть слушателя и с каждой в каждой позиции они выполняются играют свою роль и выполняют свои функции да то есть наша задача научить слушать ребят и слышать ребят ну и конечно же говорить и формулировать свои мысли предложения таким образом чтобы быть услышанным с обратной стороны да вот в этом заключается учебная коммуникативная деятельность следующая у нас квазилингвистическая деятельность здесь у нас работа направлена на на нисколько направленных схожа с деятельностью лингвиста исследователи речи то есть здесь ребятам необходимо не просто прочитать а изучить языковые особенности текста предлагаемого да выявить какие-то языковые и текста образующие средства плюс ко всему еще не обязательно необходимо осмысление языковых особенностей высказываний разных авторов да здесь они как раз и изучают и реализуют знакомятся и уже в последующем работают с таким понятием как стиль автора язык автора когда они по каким-то оборотам речевым уже дальше далее в старших классах могут узнавать тексты определенных авторов вот это конечно необходимый навык который все-таки нам нужно привить ребятам да вот но и работа на этом этапе заключается в анализе языковых средств в обобщении полученных данных и безусловно формулирование выводов да того что они той информации которую они получают так ну и наконец читательская деятельность да читательская деятельность она формулирует у нас формирует простите речемыслительные способности когда ребята уже могут применять на практике свои читательские умения в любой ситуации не только на уроках но и в жизни в различных вот но скажем так житейских ситуациях до жизненных но что здесь является ключевым да ну во первых это способности находить из ли находите извлекать информацию из любого прочитанного текста да вот но безусловно во вторых это интегрировать и интерпретировать информацию в третьих осмысливать оценивать содержание полученное да вот форму текста содержание текста его элементов вычленять цели задачи автора для чего это был этот текст написан с какой целью вот ну и это безусловно требует понимания назначения структурной единицы текста оценивание полноты достоверности информации это очень немаловажный фактор потому что сейчас из того обилия информации которая представлена у нас в интернете а ребята мы сразу мы с вами знаем ни для кого не секрет в поисках ответов на вопросы сразу бегут в интернет и вот наша задача конечно научить их отсеивать информацию отбирать та которая является достоверной проверенной и соответственно правильной да обязательно в четвертых да использовать информацию из текста для решения практических задач то есть чтобы ребята научились извлекать для себя полезную информацию и находить связи с точки соприкосновения ситуации и прочитанных прочитанных в текстах до тех или иных и соответственно жизненной нашей ситуации да вот следующий момент сейчас момент так вот также нельзя не сказать об общедидактических умениях метапредметных навыков без которых невозможно осуществление обучающимися деятельности познания да из чего складываются эти общедидактические умения во-первых у ребят развиваются навык самостоятельного определения целей учебной деятельности то есть безусловно целеполагания ребята должны понимать что это такое как оно формируется как мы достигаем свои цели и поставленных задач да во вторых формирование поиска нужных средств способов и методов достижения результатов но и соответственно достижения своих поставленных целей да и в третьих корректировка полученного результата с целью уже полученных получаемых в процессе достижения цели информации да так ну и цель сегодняшняя моя это безусловно описать методику формирования лингвистического понятия на основе умений интегрировать интерпретировать информацию осмысливать содержание текста да поскольку тема тема нашего сегодняшнего кейсового ну разбора кейсового задания звучит как понятие текста безусловно на уроках прежде чем приступить к разбору текста прочтению его вопросам к анализу и так далее ребятам безусловно нужно дать понятие текста что такое текст что мы можем считать текстом а что не является текстом как таковым да какие особенности текста какие особенности текста нужно учитывать и понимать когда мы работаем вот с что у нас камеры что-то не туда просто так ну и безусловно ребятам нужно будет сказать что текст является результатом продуктом речевой деятельности автора и проговорить основные признаки понятия на которые ребята должны обратить внимание сказать о том что текст обязательно у любого текста есть автор что текст чаще всего представляет собой цепочку предложений имеет тему основную мысль законченную мысль да вот ну такие ключевые моменты которые ребята безусловно должны знать понимать запомнить и в дальнейшем уже с этим работать потому что потому что это и работа с изложениями это работа и с пересказами если мы об устных формах говорим это работа с сочинением то есть что такое текст признаки текста они должны четко понимать знать и впоследствии уже их реализовывать на практике да так ну и работа с кейсом сейчас один момент она у нас состоит как бы из трех этапов да стандартно стандартно о которых мы говорим это до текстовый этап непосредственно текстовый этап и после текстовый сейчас мы уже говорим о конкретно о кейсовом задании понятия текста да и тогда текстовый этап на текстовый этап какую задачу мы должны поставить ребятам до того как будет прочтен тот или иной текст да здесь во первых дается информация об авторе текста обязательно озвучиваем название текста жанр произведение рассказ повесть фрагмент рассказа либо фрагмент романа какого-то если это уже старшие классы да либо это сказка обязательно проговариваем вот вот эти моменты да в данном случае я но я всегда говорю что учиться нужно на простом и сегодня я взяла сказку тима собакина он тим собакина это псевдоним и вот здесь тоже ребятам необходимо сказать где в каких случаях авторы берут псевдонимы с какой целью ну в данном случае вот это тим собакина полное его имя андрей викторович иванов и для ну для общей информации я здесь вот под звездочкой с носку сделала информация об авторе да вот и на дотекстовом этапе на этом этапе да обязательно ребятам нужно перед ребятами нужно озвучить вопросы ребятам нужно озвучить вопросы с целью их внимательного прослушивания либо прочтения внимательного прочтения текста уже осмысленное такое целенаправленное прочтение да ну такие вопросы например я просто в качестве примера да привожу здесь как вы думаете о чем пойдет речь в этом рассказе то есть ребятам предлагается поразмышлять по названию на содержание текста да предложить подумать ребятам почему автор выбрал именно такое название своего рассказа то есть до того как они начнут прочитывать вот эти вопросы им обязательно озвучить так ну и текстовый этап непосредственно это прочтение самого текста и после текстового это уже обсуждение ответы на вопросы по тексту и анализ да так ну да текстовый этап мы проговорили далее сейчас момент текстовый этап здесь вот сказка ну такой шуточный рассказ да тим собакин мотя текст небольшой но такой веселенький запомнится сразу ребятам оставлю вот так слайд открою несколько минут для ознакомления буквально для ознакомления чтобы успели прочитать этот текст дальше будет продолжение еще один слайд почитаем первое второе первое первое второе 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 Спасибо. Так, успели прочитать? Сейчас перелистну. Следующая здесь концовка. Концовка нашего шуточного веселого рассказа. Так. Прочитали. Хорошо. Давайте и дальше пойдем. Ну, то есть текстовый этап, ознакомление с текстом, прочли. И далее, после текстовый этап, прежде всего, мы возвращаемся к тем вопросам, которые были заданы в самом начале, на первом этапе, до текстовом. И здесь мы, ребята, обязательно нам нужно спросить, подтвердились ли ваши предположения о теме этого текста? Понравился ли вам текст? Как вы думаете, почему автор выбрал именно такое название, а не какое-либо другое? Еще можно, ребят, спросить, какое бы название они предложили к этому тексту, свое. Здесь у ребят есть возможность поразмышлять, подумать и пофантазировать на эту тему. Так, далее у нас тут задание на выбор правильного ответа из списка. Вот тестовую форму, если честно, я не очень люблю, но вариативность выбора здесь есть. И, ну, ребята с тестами тоже должны уметь работать, что делать, поэтому частично все-таки они присутствуют такого рода задания, да? Итак, задание номер один. Выберите правильный ответ. Это тема текста «это». То есть здесь на знание определения, да, понятие темы текста ребятам предлагается выбрать вот из предложенных вариантов. Следующее. Далее мы с ребятами, продолжая тему текста, зададим констатирующие вопросы. Для этого попросим обучающихся подготовить вопросы, которые начинаются с вопросительных слов «Кто? Что? Кого звали Моти? Что случилось с Моти? Что любил делать Моти? С чего началась история Моти? Чем закончилась история Моти? Кто была вот эта вот Мария Степановна? Кто она? Что с ней произошло? Что предложила девочка? Какой вопрос девочка обсуждала с семьей? То есть вот такого рода вопросы, на котором ребятам необходимо будет подумать, сформулировать свои мысли и дать развернутый ответ, да. Вот на основе заданных вопросов, обсужденных вопросов, да, на основе них можно уже сделать вывод об основной теме текста. Но опять-таки формулируем вместе с ребятами, да. Вот. Далее тоже вопрос в тестовой форме. Выберите из перечня правильный вариант ответа. Какова тема текста? То есть тут мы завершаем тему текста, да. Ну, продолжаем. Но здесь уже формулируем ее из тех вариантов, которые мы с ребятами, вот тут отвечая на вопросы, к какому выводу мы пришли, да. Итак, какова тема текста? Дружная семья, бегемот-мотер, либо большая потеря. Вот. Вместе с ребятами, да, подытожим работу по теме текста. Далее уже будем использовать приемы выборочного чтения, где можно проследить, как развивается тема этого текста, да. И здесь задания, предлагаю, предлагаю такие задания, которые предполагают работу по тексту. Например, как появился бегемот в семье. Я здесь варианты ответов предложила, но можно опять-таки ребятам дать возможность вспомнить текст, обратиться к тексту, зачитать какие-то цитаты, фрагменты текста, чтобы они постоянно обращались к тексту, чтобы они научились ориентироваться в тексте и доказывать, аргументировать свои ответы именно цитатами и фрагментами из текста, да. Ну, вот как вариант, я вот тестовую форму, конечно, предложила здесь, но как на практике вы это будете реализовывать, это, конечно, на ваше усмотрение. Вот можно и такой вариант, и такой вариант, да. Вот, кто уговорил взять бегемота к себе домой? При каких обстоятельствах бегемот попал в семью? Ну, вот такого рода вопросы. Задание следующее, да. Пятое. Здесь также, здесь мы работаем уже с цитатами, да. Работаем с цитатами, с фрагментами текста. Здесь предлагается выбрать фрагмент, в котором говорится о том, что бегемот прижился в семье. То есть здесь предлагается ребятам проанализировать, какие моменты, какие, что в поведении бегемота Мотти говорит нам о том, что он действительно в семье прижился. Не просто, что ему понравилось, а то, что действительно он чувствует себя комфортно и уютно в этой семье. Ну, вот три варианта я предлагаю. Ребята, я думаю, выберут правильный третий вариант. Так, следующее. Здесь также в тестовой форме задание дано. Необходимо выбрать ответ на вопрос, почему однажды вечером мама вышла печально из кухни. Вот, можно опять-таки вопрос ребятам на размышления дать, а можно предложить варианты ответов. Ну, здесь вот из текста взяты элементарные такие варианты. Катя разбила ее любимую вазу. Или мама услышала объявление, что у старушки пропал бегемот. И папа забыл покормить бегемота. То есть тут есть варианты, но можно варианты не давать, а послушать ответы ребят. Опять-таки с подтверждением из текста. Так, задание номер семь. Здесь задание направлено на локализацию информации по месту. То есть здесь в самом задании уже идет отсыл ребят к какому-то фрагменту текста. В данном случае это предпоследний абзац. Но аналогичное задание мы можем сформулировать. Я сейчас смотрю на текст и к началу текста, и к середине текста. Но в данном случае это предпоследний абзац. Предпоследний абзац содержит информацию о... И здесь ребятам предлагается о портрете старушки, об описании серванта, о радости бегемота. Здесь ребятам опять-таки можно давать варианты ответов, а можно и не давать. Потому что кроме выбора правильного ответа, можно ребятам предложить даже описать эмоции героев того события, о котором вот говорится в этом предпоследнем абзаце. Задание следующее, Василия. Это задание направлено на локализацию информации по смыслу. Здесь ребятам необходимо доказать словами из текста, прямо конкретной фразой из текста, о том, что бегемот любил свою хозяйку. Вот в чем проявляется его любовь и преданность к его прежней хозяйке. Следующее задание также с развернутым ответом. Задание номер 9. Почему бегемот Мотя вернулся к своей хозяйке? Ну, задания 8 и 9, они связаны. Причина ответственной связи. Бегемот Мотя любил свою хозяйку, и поэтому он вернулся к ней. Вот здесь вот ребятам... Я специально их на одном слайде расположила, эти задания. То есть, чтобы ребята дали связанный ответ на эти вопросы. Так, ну и задания с множественным выбором ответа. Если до этого тестовые задания были с одним правильным ответом, то здесь у нас множественный выбор. И ребятам предлагается выбрать. Все-таки основная мысль текста заключается в чем? Шесть вариантов ответа, четыре из них правильные. И последовательность ответов абсолютно не важна, но самое главное – правильно выбранные пункты. Конечно же, это верность, это дружба, это доброта и милосердие. Ну, как раз обсуждая, вот отвечая на этот вопрос, можно с ребятами попутно обсудить, что за понятие верность, что за понятие дружба, доброта, и в чем же заключается милосердие. Тут такие вот ценностные моменты, с ребятами тоже на них заострить внимание. Так, задание 10 направлено на понимание буквального смысла текста. Здесь дана таблица, ну, стандартная таблица, верно-неверно, где мы заполняем, да, ставим галочки, птички, цветочки, кто что выберет. Вот, но здесь задание направлено на знание текста, на понимание каких-то вот ключевых моментов. То есть тема этого текста, рассказ о бегемоте Моте, верно это, либо неверно. Текст состоит из цепочки предложений. Верное утверждение, либо неверное. Третий вопрос, у текста нет автора, верно это, либо неверно. Ну, соответственно, ребята отвечают на эти вопросы, и основную мысль текста мы не найдем в самом тексте. Верно это утверждение, либо неверно. То есть тут ребятам предлагаются такие вопросы, отвечая на такие вопросы, ребятам предлагается посмотреть со стороны на этот текст, со стороны. Так, ну и таблица с правильными ответами. Таблица с правильными ответами. Здесь можно было еще написать варианты, то есть правильный ответ, но я уже цифрами обозначила, поскольку там тестовый формат. Вот, ну, свела в таблицу с правильными ответами, да. Так, ну и ожидаемые результаты, да. Вот по заданию все. Вот по тем заданиям, которые в рамках кейса понятия текста, вот это самые ключевые моменты, которые вот я здесь, я постаралась их собрать в одной презентации и для того, чтобы включили их в работу, да. Ну и ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты. В результате проделанной работы обучающиеся, ну, должны сформировать представление о подготовке сжатого изложения, способах обработки текста, научиться создавать вторичный текст, анализировать, да. Работа с предложенным кейсом способствует достижению предметных результатов, обладению обучающимся универсальными учебными познавательными действиями, универсальными учебными коммуникативными действиями и регулятивными действиями, да. Так, предметные результаты у нас в чем заключаются? В понимании прочитанного художественного текста, в формулировании вопросов по содержанию текста, я в ответах на них, да. Проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам, проведение смыслового анализа текста и проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, да. Композиционных особенностей. Обладение обучающимися универсальными учебными познавательными действиями состоит из, как бы, двух ключевых моментов. Это базовые логические действия и базовые исследовательские действия. когда ребята выявляют и характеризуют существенные признаки объектов либо явлений, устанавливают существенный признак классификации, обобщение и сравнение критерия проводимого анализа, самостоятельно выбирают способ решения учебной задачи, умеют сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящие. Это как раз задание 11, где мы заполняем таблицу. Ну и базовые исследовательские действия – это, конечно же, умение использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию и мнение. В завершении работы над этим текстом, вот этого кейсового задания, можно ребятам дать такое задание, написать, например, изложение или подготовить такой эмоциональный красочный пересказ, как финальное такое задание по понятию текста. То есть изложение – это письменная форма, пересказ – это устная форма, и в том и в другом случае ребята оформляют последовательность изложения материала, тут и цельность текста, и смысловая насыщенность, и нагрузка смысловая, да. И плюс еще эмоциональная составляющая, потому что в младших классах особенно она сработает, ну, младшие же не совсем правильно, не совсем правильное понятие я так использовала, ну, пятые классы, да. Вот, то есть здесь еще эмоциональная составляющая сыграет определенную роль. Так, ну и универсальные учебные коммуникативные действия, там, где ребята реализуют функцию общения, совместные деятельности, да, когда они учатся понимать друг друга, понимать вопросы, которые они задают, учатся понимать, слышать те ответы, которые дают одноклассники, да, вот, и принимают, соответственно, цель совместной деятельности, коллективно строят действия по ее достижению вопросно-ответной системы, очень так по формулированию именно самих вопросов и ответов, да, чтобы ребята научились друг друга слышать и понимать при формулировании вопросов и при ответах на них, да. Так, ну и, наконец, обладение обучающимися универсальными учебными регулятивными действиями. Здесь большую роль играет самоорганизация, когда ребята учатся составлять план действий, вот, и делать выбор и брать ответственность за свое решение. Ну, это такая сопутствующая, как бы, деятельность, которую учат ребят самоорганизация, самодисциплиния, но и если мы итоговым заданием сделаем все-таки пересказ либо изложение, да, вот, то здесь как раз вот внимательность самоорганизации ребят, она как нельзя, кстати, пригодится. Так, ну и вот это перечень наших кейсовых заданий вообще для рассмотрения, которые я предлагала, да, Я сегодня хотела вам еще дать кейсовые задания композиционной структуры текста, но немного по времени мы не укладываемся, поэтому я думаю, что в следующий раз мы просто пойдем по тому перечню, который я вам предложила, да, Поскольку заявки от вас все равно поступали, я очень этому рада, значит, те задания, которые я вам здесь раскрываю, они полезны, они вам интересны, я надеюсь, ребятам на уроках тоже будет интересно, поэтому в следующий раз мы, наверное, для рассмотрения возьмем вот композиционную структуру текста и функционально-смысловые типы речи. Возможно, даже мы два кейса совместим в одном вебинаре, посмотрим, как это будет, но хотелось бы, если честно, ну вот в течение учебного года рассмотреть каждое кейсовое задание, но с целью того, чтобы вы уже включили их в работу и определенные результаты после внедрения вот этих заданий в работу уже результаты были получены, да. Так, ну и благодарю за внимание, выслушаю ваши комментарии с удовольствием, комментарии могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, поэтому выслушаю любые, приму к сведению, если что-то, то обязательно, ну, где-то если доработать или более подробно раскрыть, внимательно послушаю. Послушаю. Сейчас посмотрим сообщение. Вопросы, если у вас какие-то есть, я... Так, вот здесь пишут, кто подключался. Угу, сообщение. Две минуты, время заканчивается тогда, ну, я благодарю вас за внимание, благодарю вас за внимание, рада была вас видеть, надеюсь, что информация будет для вас полезной, для ребят тоже будет полезна. Ну, о дате и времени следующего вебинара мы вас оповестим. Если нет вопросов, тогда я с вами прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!